Всем салют! Сегодня мы будем разоблачать систему автоматической генерации чего-то там и как-то там Финника. И если вдруг у вас до сих пор есть сомнения, что Доронина компания мошенники, а Финника самая настоящая финансовая пирамида, то к концу этого ролика у вас их не останется. Если верить сайту компании, то Финника это автоматизированная система генерации прибыли. Система работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов. Круто, что ребята используют красочные финансовые термины, но я бы с опасением отнесся к компании, у которой сразу в первой строчке то ли проблемы с версткой сайта, то ли со склонением существительных. Тем не менее, чтобы вы наверняка убедились в надежности фирмы, тут же вам предлагается посмотреть содержательный видеоролик, в котором томный мужской голос размеренно рассказывает о возможностях системы. Доход начисляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Система берет двое суток на размещение капитала и на третьи сутки начисляет первый доход. Простым языком Финника должна помогать вам закрывать кредиты, гасить ипотеки и покупать роскошную недвижимость и авто с обложек глянца. А сама компания тем временем должна обогащаться за счет увеличения капитализации и оборота денежных средств. Если вас уже заинтересовало все вышесказанное, то дальше во всех соцсетях и блогах вас будут убеждать, что торги ведутся на таких известных рынках, как Московская биржа, Форекс, где вы сможете быстро и без напряга разбогатеть, просто отдавая деньги в доверительное управление. Конечно же, все это сопровождается словами надежность, прозрачность и так далее. Однако проблемы с заявленной прозрачностью начинаются сразу же. Компания периодически заявляет, что ведет деятельность с 2017 года, но никаких пруфов на это нет. А домен официального сайта зарегистрирован всего лишь один год и семь месяцев назад. При попытке зарегистрироваться на сайте, а это придется сделать, так как без регистрации сайт не дает ничего, кроме просмотра страниц, вам предложат прочитать пользовательское соглашение, из которого мы и узнаем, что юридическая компания называется Цифрон, и ничего общего с торгами, биржей или прочими атрибутами настоящего волка с Уолл-стрит эта контора не имеет. А скорее является игровой площадкой для тех, кому надоела безобидная игра в танки. Смотрите сами. Также интерес вызывает и адрес регистрации, и деятельность юридического лица. ИП зарегистрировано в Казани, а по документам занимается продажей компьютерной техники. Что же до Цифрон? Этот бренд располагается в Таллине, вот по этому адресу. И это только один из адресов, причем разные источники указывают еще более странные и отдаленные места. Вишенкой на торте является добровольное и чистосердечное признание, что Финника это не брокеры. К сожалению, далеко не все читают подобные документы, и количество участников пирамиды неуклонно растет. В особенности это вызвано небольшим количеством контента от счастливых инвесторов, которые, к примеру, купили машину, потратив только 35% от стоимости, а остальные за них сделали Финника, а именно провели торги на бирже, заработали остальные 65% и каждый месяц выплачивают ваш долг. Благодарю компанию Финника от сердца, от души, желаю им расцветания, процветания и долгих лет существования. Это непередаваемые ощущения, которые я не могу или так не умею, как надо выразить, но это классно. Несколько сторис в неделю, пара постов. Вот их основная фишка, что разительно отличается от других пирамид. Типа, деньги любят тишину. Та же схема работает с покупкой недвижимости и погашением кредитов. Звучит все это отлично, а по факту горе-инвестор просто дарит Финника 35% стоимости, а в итоге остается должен 65% продавцу. Но это не могло длиться вечно, и деятельностью компании наконец-то заинтересовались правоохранители, признав Финника пирамидой, незаконно собравшей 80 миллионов рублей с честных граждан. К слову, мимо этой новости не смог пройти эксцентричный миллионер и ярый противник инфо-цыганой пирамид Андрей Ковалев, который сразу в бегу заявил, что в процессе следствия сумма наверняка увеличится до нескольких миллиардов рублей. Ну, правда, говорят, что неправомерно привлекли не меньше 80 миллионов рублей. На самом деле, я думаю, что 5-6 миллиардов они уже скрысили у народа. А теперь давайте узнаем, кто стоит за всей этой системой и кому предъявляются обвинения. В начале ролика про приобретение автомобиля нам уже представили управляющего партнера компании по имени Зигмунд Зигмунтович. Сегодня мы едем в Йошкар-Алу, хотим познакомить вас с Эдуардом. Вместе с ним на благо вашего финансового успеха работают Кирилл Доронин и Марат Сабиров. Примечательно, что при погружении в соцсети компании создается впечатление, что капитаном корабля является именно Доронин, а остальные на подхвате. Но на деле выходит, что он просто является скорее медийным лицом компании, регулярно снимаясь в роликах, проводя семинары и давая интервью. Вот, например, как это. Абсолютно прекрасный пример, как можно целый час вести беседу, не ответив ни на один вопрос. Какой ты сам себе придумал какой-то механизм душевный, потому что это точно какая-то твоя энергетическая какая-то чаша. Куда ты ее положил, а теперь смотрим. То есть ты знаешь, что твой бэкграунд, твое естество хочет эту цель. Круто. Можно взять практически любой кусок видео. Он везде льет просто тонну воды, давая мутные ответы. Чего стоит хотя бы ответ на вопрос, откуда ты и чем занимался в самом начале интервью? Кто ты такой? Где вырос? Чем занимался? Родился в Казани. Рос тоже здесь. Становился как человек, принято говорить, как личность тоже здесь. Закончил казанскую школу, казанский вуз. Пробыл место работы в Казани, не в Казани, в общем-то везде. Непосредственным владельцем ИП, на которые зарегистрирована компания, является наш старый знакомый Зигмунд Зигмунтович. Удивительная история, что биография Доронина растиражирована на весь Рунет и включает в себя кучу сомнительных финансовых проектов, которые со скандалом схлопнулись. А вот о владельце ИП неизвестно практически ничего, кроме того, что он является директором ряда небольших компаний. Для Татарстана интересен еще один представитель Финика – Эдвард Сабиров, который заявляет о себе как о трейдере с более чем десятилетним стажем и периодически составляет компанию Доронину на различных мероприятиях, где выступает спикером. Именно он является партнером экс-министра связи Российской Федерации Николая Никифорова в проекте застройки Иннополиса, на который планируется привлечь 70 миллиардов рублей инвестиций. В интервью Сабиров заявлял, что его деятельность Финика никак не связана с Иннополисом и что в татарстанское Сколково он будет инвестировать исключительно личные средства. Также чистоту его намерений пытается подтвердить Никифоров. У меня нет сомнений в деловой репутации Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан. Тем не менее, совершенно очевидно, что при детальном разборе дела Финика будет возникать все больше вопросов относительно совместных проектов Сабирова и Никифорова. На сегодняшний день следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере». Но в деле нет пока ни одного фигуранта. Подозреваемых еще не установили. Тем временем интернет начинает бурлить и делит пользователей на тех, кто все еще свято верит в успешный успех и финансовое обогащение за счет компании. И те, кто считает, что это одна из мощнейших пирамид последних лет. Финансовые фараоны же, в свою очередь, пока уверены в своей правоте и еще скупятся на комментарии относительно ситуации. Пока мы монтировали этот ролик, 16 декабря 2020 года в офисах Финика прошли обыски в связи с возбужденным против компании уголовным делом. В обысках принимают участие около 200 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Преспублики Татарстан, УВД Казани и Главного управления БЭП МВД России. Пирамиду подозревают в ведении мошеннической деятельности, возбуждают уголовные дела, пока ее основатель, Кирилл Доронин, записывает прямые эфиры, пытаясь доказать, что он ни в чем не виновен. Мы же призываем вас быть бдительными, не вестись на сомнительные схемы вложения средств и всегда проверять информацию. Будьте умнее, друзья!